У конвейера светодиоды сваливают в два мешка. 95% в один мешок в Китае приборы за 1000 долларов, потому что они светят по-разному. У них синий, у всех разный, яркость разная, именно за сложности изготовления. А все, которые светят одинаково, кладут в другой мешок, их получается 5%. Поэтому одни светодиоды стоят дорого, другие светодиоды стоят дешево. По сути, это тот же стейн. Внутри все то же самое. Только у него крутится не голова, а крутится зеркало. Зеркало может вращаться на 360 градусов, у него нет никакой границы. И теперь на максимальную скорость. Вот, основное преимущество, зачем нужно зеркало, когда есть голова. Ни одна голова не сможет вращаться, а то все скорости, с которой вращается зеркало. Но в этом было плюс сканера, и мы долго отказывались, потому что у сканера неправильный фон-фактор, не очень удобный. То есть нужно было куда-то деть весь ламповый блок, таким образом, чтобы зеркало оказалось как-то в том месте, откуда мы светили. Поэтому мы вешали вдоль софита, чтобы не мешали за сорт. Ну, руч один, а есть пульт, в котором сделаю патч, ну, то есть проверяю, чтобы всех не хватило, понимаю, где какие провода совать. Ну, то есть мы моделируем монтаж полностью. Это происходит достаточно быстро, но в целом, как бы, ничего не остается за кадром. Мы знаем, как бы, все как должно работать. Есть ли какие-то ошибки в адресации, мы это видим в модели, что у нас не работает прибор. Значит, после этого, как бы, когда мы закончили моделирование, мы делаем черновую направку. Поскольку это же все с нуля, соответственно, у прибора нет никаких, ну, в пульте нет никаких данных для того, чтобы это все работать. Каждую группу, а приборов много, там, более, там, 900 единиц техники, значит. Мы, там, группируем, проверяем, чтобы группы были правильны, чтобы нумерация приборов для создания эффектов была порядковая, там, правильная на модели. То есть то, на что можно потратить, там, 4 дня в Олимпийском за неделю, ну, как бы, где-то, там, в полтора, в два раза дольше. Делается на студии, в дневное рабочее время, ну, там, когда это удобно. Записываются, значит, все необходимые данные для того, чтобы начать работать. И в этой же модели мы начинаем делать, собственно говоря, кьюрист. Соответственно, дальше, давайте, значит, все покажу. Что это, как, мобильная система? В принципе, это может быть любое серьезное оборудование, где микшер или процессор звуковой. То есть это, как бы, вот мы используем на натуре, вот такую маленькую четырехканальную карточку. Две, два канала идет на звук, лево-право. То есть вот у меня, грубо говоря, идут эти звуковые пики, это мой звук. А снизу идет дорожка, они спозиционированы друг от друга, да, на определенном, как бы, положении. То есть у меня дорожка тайм-кода начинается с нуля, поэтому она показывает абсолютное время. В определенном месте этого пространства находится звуковая дорожка со светом. И у меня есть маркеры. Ну, грубо говоря, те места, которые бы я хотел обозначить, в каком месте дать команду на переход. Соответственно, у него есть числовое значение. 4 минута 57 секунд, 0 фрейм. В пульте я ввожу, что в тот момент, когда вы увидите это время, нужно сделать go-to-view 1 такого-то дневиста. Соответственно, дальше я запускаю как бы тренд. И у меня в колонку идет звук, ну, то есть это микшерский пульт на основную систему, а звук идут в цифры. Это тайм-код-монитор, на котором я вижу, как бы, что ему идет. То есть тип тайм-кода, то, что это линейный тайм-код, потому что есть LTC, который аналоговый линейный тайм-код, а есть MTC, это MIDI тайм-код, который, как бы, грубо говоря, цифровой аналог этих же данных. Соответственно, вот у меня бегут цифры. А пульт через специальный контроллер, который воспринимает этот протокол, видит эти цифры и выполняет команды. Видите, как бежит юрист? Это все равно, что я делаю так. По сути.